Какие хорошенькие игрушки стоят у вас на кухне, а что с ними делать? Есть, ответит Дарья Баева, потому что это не игрушки, это торт, просто украшен он фигурками из мастики. А начинается все вот так. Печем торт любой или покупаем готовые коржи. Запасаемся мастикой, чаще всего продается белое. Понадобятся пищевые красители. У продвинутых хозяек есть еще специальные вырубки для цветов, листиков, украшения, ножички, кисти и много еще чего. Эта мастика уже предназначена для таких, для кондитеров. Достать ее не так уж и просто, надо знать места. Как вариант приготовить мастику дома. Берется мармелад специальный, называется маршмонель. Он расплавляется в микроволновке, туда добавляется сахарная пудра. Оно долгое место, но оно не будет такого качества. Оно все равно будет с крупиночками, это очень надо долго так вымешивать. Работать с профессиональной мастикой одно удовольствие. Нагретая теплом рук, она становится податливой, как пластилин. Однако передерживать нельзя, растечется. Об этом в интернете очень мало информации. Те, кто этим занимается, занимается профессионально, там как-то на заказ делают торты, ну тоже как бы в основном не распространяются. Обычно крупные части фигурок без проблем склеиваются друг с другом. Мелкие приходится смачивать водой. Если перелили краски и цвет оказался более насыщенным, можно добавить белой мастики и смешать. Масса поблекнет. У меня уже красители под ногтями везде. Краска легко смывается. Еще один секрет, чтобы мастика не липла к рукам и столу, используйте сахарную пудру. Фигуркам нужно время, чтобы застыть, поэтому верхний слой Дарья делает в последнюю очередь. Добавляет краситель, добивается однородного цвета, раскатывает и накрывает торт. Можно делать специально там со складочками, знаешь, она получается как ткань. Обрезаем лишнее. Осталось сделать при помощи вырубок цветы. Вот так. Так же делаются и листики. Правда, они нам не пригодятся. Это просто на заметку. Теперь всю красоту нужно выложить на тортовую полянку. Приклеиваем водой. И еще один секрет, чтобы поверхность торта была блестящей, Даша смазывает ее водой. Профессионалы смешивают водку и мед в равных пропорциях. Но этот торт для детей, поэтому обойдемся водичкой. Готово!